здравствуйте всем сегодня у нас 4 февраля 2022 года все как обычно ну я как бы решила еще сделать такое ну небольшое видео о продолжении да небольшой потому что вечно каждый раз и разговариваю много говорим много рассказываю много ну в общем-то продолжение вот к видео о сайтах знакомств хотела сначала сегодня снять свое видео где-нибудь на прогулке потому что мы гуляли сегодня хотела немножко похвастаться нашим нашим солнышком потому что у нас такая хорошая была днем солнечная погода ну в общем когда на улицу уже вышли солнышко скрылось стало так пасмурно ветер сильный поднялся ну и в общем то не получилось у меня видео потому что вечер сильный я так думаю буду говорить но слышно будет ничего не будет слышно ну и как обычно уже решила прийти домой вечером после ужина говорю мужу ну пойду я поговорю немножко по видео он говорит ну иди только немножко потому что завтра ему рано вставать ему нужно идти ехать опять на свое озеро там нужно все убирать потому что охота закончилась и он едет работать со своим сыном чтобы там все убрать все в общем то до следующего сезона закончить уж он говорит иди поговори ну в общем еще что хотела сказать все таки мужчины везде не одинаковые у меня как бы ну я сейчас занялась вот тут своими видео там у меня ну как бы свои друзья есть некоторые мне тут ну подруги звонят друзья разговариваем и что хотела сказать все мужчины они одинаковые мой муж больше и больше говорит ну так это чего дома то теперь делать ничего не будет если ты занимаешься своими подругами своими там ну делами какими-то свои и своими интересами а я говорю ну как не буду ну буду наверное у нас вроде и так все я и готовлю и убираю там и кушать готовлю он будет такая внимание на меня то ты стала меньше обращать теперь короче говоря все мужчины они все одинаковые ну а что я хотела сказать я там что хотела опять вернуться к сайтам знакомств потому что как я вот так посмотрела проанализировала посмотрела какие больше видео людей интересует на женщины во всяком случае я так думаю и мне кажется что больше всего интересную темы про сайты знакомства видимо это такая актуальная тема я поняла что но люди ищут такие женщины ищут свою вторую половинку трудно найти как я поняла видимо сайты знакомств тоже ну как бы многим не нравится считают что там люди такие ну в общем не очень мужчина не очень как бы сказать достойные но что я хотела сказать по этому поводу по так из моего опыта все что я говорю это мой личный опыт это вот то что я как бы сама лично я например со своим мужем познакомилась познакомилась и тоже на сайте знакомстве с первым французом и со вторым французом это все сайты знакомств причем эти такие известные преизвестные сайты знакомств многие о них пишут что они не очень хорошие я так не считаю дело в том что на сайте знакомств вот надо искать таких мужчин которые не годами сидят потому что но это уж точно они ничего хорошего их нету а нужно искать и как бы ну вот тех мужчин которые вот только что вот недавно зарегистрировались ну допустим месяц там два три вот эти вот эти мужчины они быстро и разбирают их быстро вот мне так кажется и они сами быстро оттуда уходят потому что те кто там сидят это уже все это уже никогда они ничего не найдут это такие любители это писатели это такие рассказчики на мой взгляд а вот те которые новенькие как бы да это уже те которые вот приходят именно для того чтобы познакомиться или серьезных отношений то есть надо тут так вот во первых вот на мой взгляд это вот лично мое такое мнение нужно периодически обновлять фотографии потому что когда мы обновляем фотографии нас как бы выбрасывает там автоматически на первую страницу сайта знакомств все время вот мы обновили фотографию на сразу как бы ну в ряды в первые ряды вот эти вот первые ряды как это сказать первые вот мы подняли короче говоря на странице вот этого вот поиска поиска да вот и мне кажется нужно периодически там ну допустим через каждые ну может быть 10 дней что ли обновлять и тогда получается как бы когда мы обновляем как получается что мы как только что зарегистрированы потому что ведь не секрет когда мы регистрируемся на сайте знакомств прямо вот в первые там два-три дня нас прямо ну очень много писем очень много каких-то предложений там и мужчины вроде как бы мне кажется лучше и в общем потому что потом-то нас как бы ну мы все ниже 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 опускаемся в этих поисковиках и нас уже труднее найти получается поэтому я вот что делала всегда я например периодически обновляла свои фотографии хочу чтобы меня это не писали больше чтобы меня смотрели больше я новую фотографию какую-нибудь делала такую и ну хорошую конечно же может быть не совсем обычную и отправляла туда вот поэтому ну долго я вообще-то не сидела как бы тоже на сайтах знакомств но как не сидела вот у меня до сих пор где-то мои мои там эти фотографии так и остались и время от времени я туда захожу то тоже самое интересное вот я не захожу не захожу долго никто вроде писать перестают ну вроде видимо как там у меня куда-то видимо вниз этот рейтинг или как это называется меня вниз туда опускаются они меня не видят как только я захожу меня видимо снова этот как автоматически этот сайт поднимает в рейтинге в этом я опять смотрю получаю много писем получаю там смотрю на мужчин зачем-то хожу я то хожу для того чтобы посмотреть кто там чего-то мне просто интересно это чисто так вот меня любопытство не потому что я кого-то хочу найти как бы я уже никого не ищу и чисто мое вот любопытство не такая вот любопытная женщина ну вот поэтому что я хочу вот про эти сайты знакомств когда вот говорят что там одни и те же вроде как лица одни и те же вроде как ну не интересно не интересно потому что вот из-за того что как я еще раз повторюсь нужно обязательно обновлять свои фотографии вот время от времени прямо вот по возможности вот как вы чувствуете что уже вот все вроде как все остановилось вот люди как бы больше ну мужчины как бы больше уже ну одни и те же вам начинают писать и попадаться это значит все вы уже как бы вы уже как бы опускаетесь в этом рейтинге все они вас не видят то есть для того чтобы вас увидеть нужно очень очень долго там ну смотреть и рыться потому что каждый день новые женщины регистрируются новые мужчины регистрируются в общем это так и такая тоже как как работа получается вот и еще нужно как бы что я хочу сказать что нужно самой себе как бы поставить ну наверное какую-то цель что ли ну долго не сидеть на сайтах на самом деле долго не сидеть на сайтах потому что чем дольше мы там сидим тем это тоже превращается в какую-то уже потом ну я не знаю как это ну что такое вот сидим как вот мужчины сидят там уже долго годами также и мы начинаем засиживаться там годами 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 тут еще вот такая как бы что я хотела просто это знаком сказать потому что я говорю что тема видимо такая интересная больше более интересное что вот на мой взгляд мне кажется еще что вот фотографии иногда вот смотрим мужские фотографии ну фотографии мужчин я о французах буду говорить потому что я только на французских сайтах знакомств сижу и будут смотрю эти фотографии вот бывают листают так перелистываю там одну две три четыре пять там каждого по-своему одного одна одна фотография другому что там 10 фотографий но вот дело в том что фотография это только фотография потому что бывает что неудачные фотографии бывает бывает так у мужчин неудачный ракурс обязательно нужно вот мне кажется Обязательно со всеми кандидатами, но если он уж не совсем какой-нибудь, я не знаю, неподходящий по возрасту, неподходящий по образованию, еще почему-то, по количеству детей, ну вот не подошел уже конкретно. А вот те, которые вроде как и подходят, а фотографии что-то вроде как не нравятся, нужно тоже пытаться с ними как бы, мне так кажется, с ними нужно периодически в скайпе или может в ватсапе где-то, где они там. То есть посмотреть по камере, что за человек, у меня такое было как-то, фотографию посмотрела, там единственная фотография была, ну думаю, боже мой, господи, боже, 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 что это такое, ужас какой-то, для меня это какой-то кошмар. Ну а он что-то как-то настоял тут, недавно это было, говорит, давай хоть поговорим с тобой там по видео, ну говорю, давай посмотрим, посмотрим, я на фотографии думаю, господи, это же ужас. А посмотрела по видео, с ним поговорила, а он, оказывается, совсем другой. И вот была бы я свободна, я бы, может быть, даже и заинтересовалась этим мужчиной. То есть это вот так, вот надо как-то к этому подходить-то по-другому немножко, не то, что там фотографии от Север. Ведь фотография что это? Это просто картинка, это просто, ну как сказать, ну вот неудачный ракурс или может как-то вот, бывает такое, что какой-то ракурс такой, что вот он симпатичный, а какой-то бывает так нефотогеничный человек, у него, то есть и лицо какое-то не такое на фотографии не так получается. То есть надо, надо визуально смотреть, ну а потом, если не понравился, допустим, ну вот у меня так было, ну не понравился, кто-то, я его блокирую, да и все, вот, делов-то. Блокирую, допустим, ну и в телефоне, и на сайте, и все, разговор короткий. То есть надо визуально обязательно смотреть на человека, что вот по камере, потому что бывает, ведь вы сами же знаете, что бывает и жесты какие-то такие, что вот привлекают, и мимика уже какая-то, ну допустим, да, и манера говорить, то есть это все вот. А бывают ведь симпатичные, а начинаешь с ним говорить, а он совсем какой-то, ну в общем-то, глупый такой, или мимика какая-то не такая, или жесты не такие. Было у меня и такое тоже, как бы вроде симпатичная фотография, вот, даже по телефону начинаешь говорить, вот понимаешь, что ну совершенно не твой человек, господи, он там рассказывает что-то, как-то, пармочет, и думаешь, боже мой, кто это, что это. Ну и еще надо всегда учитывать, вот, про сайты знакомств, вот, это тоже лично мой опыт, может быть, у кого-то другой совершенно, а это мой, вот, я как, значит, это вижу, эту ситуацию. Мне кажется, на сайтах знакомств, как, в общем-то, чаще всего мужчины трудно найти, допустим, ну, какого-то адвоката, там, доктора, инженера. Они, конечно, встречаются, да, но мне кажется, они по сайтам-то знакомств не сидят. Во-первых, эти вот категории мужчин, они, они так востребованы здесь женщинами, вот, допустим, во Франции, так тут, мне кажется, и женщины-то их, как бы, ну, коллеги там, или кто-то, если он свободен, так они быстренько, это самое тоже, таких мужчин разбирают, вот, то есть, такой-то уж там совсем, редко когда они там встречаются, но вот если посмотреть хорошенько так, ну, посмотреть по сайту знакомств, чаще всего это люди какие-то попроще немножко, конечно, попроще, то есть, вот это еще, тоже надо учитывать, кто сидит на сайте знакомства, в основном это люди, ну, с такими простыми профессиями более-менее какие-то, ну, в общем-то, ну, это я говорю только о моем возрасте, потому что, вот, допустим, ну, мой возраст, я так думаю, ну, не знаю, женщины в основном же еще три своих ровесников, ну, или, может быть, чуть-чуть помоложе, или чуть-чуть постарше, так, это, в общем-то, нормально. Я вот, например, не хотела бы мужчину, там, намного моложе меня, вот, у меня есть знакомый на 4 года меня моложе, был и есть он, ну, мне как-то он неинтересен, потому что я всегда сама себе говорю, ну, что ж, я буду потом стареть, а он еще будет в нормальном таком возрасте, там, мне это не нравится, я предпочитаю мужчину, ну, или хотя бы чуть-чуть постарше меня, там, или, ну, хотя бы уж мой ровесник, ну, на худой конец, пускай, вот, мой ровесник, ну, вот, мой муж, допустим, вот, Жан-Люк, он меня на 5 лет старше, ну, хорошо выглядит он, не выглядит намного-много-много старше меня, так, визуально он не выглядит, он, как бы, ну, в общем, вот, что я хотела сказать, то есть надо все это учитывать сразу, никаких таких, вот, ну, не, трудно найти какого-то, ну, прямо образованного такого, ну, вот, прямо вот доктора, ну, трудно найти, мне кажется, их всех разбирают, тут как-то что-то попроще на сайтах знакомствуют, может быть, бывает, ну, что-то как-то почти не встречалось особо-то, а так мужчины бывают и хорошие, не все мужчины плохие, бывают люди без большого какого-то образования, но очень-очень эрудированные, такие культурные, в общем-то, всякие встречаются, встречаются всякие, вот, то есть, как бы, вот это надо учитывать, что-то я еще хотела сказать про вот этих мужчин, а, да, еще хотела сказать, что, что также надо, надо понимать, когда мы вот ищем мужчину на сайте знакомства, и женщины, которые вот моего возраста, ну, примерно больше или там чуть-чуть меньше, или как я, вот, вот, надо также понимать, что мужчины уже вот в нашем возрасте, допустим, ну, вот, как мой Жалюк, как, допустим, мой первый муж там, ну, у меня был, правда, на 17 лет старше, ну, и, в общем-то, все эти вот категории мужчин, как бы, ну, и здоровье надо учитывать, что у таких мужчин, конечно же, уже и здоровье не такое, что вот прямо, ну, какое-то хорошее-прихорошее, то есть, все какими-то уже заболеваниями страдают, какие-то проблемы имеются, то есть, это тоже надо учитывать, а во Франции-то вообще людей больных-то много, очень много больных людей, ну, это, наверное, еще с возрастом, да, связано, что чем старше человек, тем у него болезней больше получается, то есть, ну, да, как бы это тоже учитывать, что не все люди там здоровые, то есть, есть много проблем, то есть, вот у меня, допустим, Жан Люк, так у него много проблем по здоровью, очень-очень много серьезных проблем по здоровью, то есть, я как бы, ну, вот так, вот так бывает, вот так, и у других тоже, как я вот знаю, что там, ну, уже не в порядке, у кого-то диабет, у кого-то, значит, там много таких людей, у кого-то еще какие-то проблемы, мы, кстати, надо также учитывать, что здесь у нас во Франции много людей больных раком, тоже это надо учитывать, то есть, при выборе мужчин, то есть, скорее всего, в возрасте, ну, моем и старше меня, то мужчину-то уже здорового-то, наверное, просто и не найти, мне так кажется, ну, может, кто-то там такой, я не знаю, то есть, часто, часто попадаются, там много проблем уже у мужчин, очень много, то есть, вот это все нужно, как бы, учитывать, ну, может быть, я не знаю, тут надо как-то определиться цель какую-то, что вообще хочется, вообще, что надо, кто же живет в Европе, это уже проще, тут уже проще, тут уже можно встречаться, выбирать, смотреть, тут уже все гораздо проще, тут совершенно по-другому, то есть, как бы, ну, мне кажется, это вот расширяется уже, вот этот, как сказать, выбор, а те, кто живет в России, я буду говорить про Россию, может, какие-то еще страны, которые русскоязычные, там, и прочее, ну, я думаю, так же все, все так же будет, а вот тут, конечно, будет посложнее, потому что, ну, я не знаю, я бы, например, вот, ну, вот я бы, например, смотреть, что хочется, хочется или сразу же найти мужчину, или уехать из страны, вот это вот надо тоже учитывать, если хочется уехать из страны, ну, надо более-менее такой приятный вариант выбрать и уехать, а уже потом, возможно, искать, вот я уже таки-то говорила, то есть, я вот, опять же, про свою любимую тему, ну, не то, что моя любимая, а такая, как бы, то, что я, в общем-то, знаю хорошо, про сайты знакомств рассказываю, ну, на этом буду заканчивать, много говорю, опять много говорю, как всегда, спасибо за внимание, спасибо, что вы мне там пишете комментарии, спасибо, причем, такие комментарии хорошие, все-таки людей хороших намного больше, чем людей плохих, ну, не знаю, не хотелось бы встречаться с плохими людьми, в общем-то, люди-то все хорошие, у меня попадаются такие прямо милые, милые, хорошие женщины, мне так кажется, что они такие пишут хорошие комментарии, приятные, очень приятные, так, спасибо большое, приятного вечера, приятно очень, что вы меня смотрите, дальше что-нибудь придумаю еще и расскажу, пока-пока, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok